Тестостерон У мужчин тестостерон в основном синтезируется клетками ледига. Функции и количество клеток ледига в яичках в свою очередь регулируются лютинизирующим гормоном, во вторую очередь фолликулостимулирующим гормоном. Количество вырабатываемого клетками ледига тестостерона находится под контролем лютинизирующего гормона. В частности, лютинизирующий гормон регулирует экспрессию 17-бета-гидроксистероиды гидрогеназы, которая катализирует превращение андростендиона в тестостерон. Образовавшийся тестостерон транспортируется в клетки сертолия в семенниках для усиления производства спермы, то есть сперматогенеза. В частности, повышенное образование активных форм кислорода и, следовательно, окислительное повреждение в клетках ледига яичек может снизить синтез тестостерона. Это снижение может быть совокупным в присутствии химических токсических веществ, таких, например, как алюминий или кадмий, или в присутствии определенных лекарств, таких как перметрин, который является лекарством и инсектицидом, используемым для лечения чесотки. Действительно, было обнаружено, что хлорид алюминия значительно снижает синтез тестостерона, возможно, за счет снижения активности тестостеронных антиоксидантных ферментов, таких как, например, супероксидизмутаза, каталаза и глутатион-редуктаза, а также нарушение экспрессии гена 3-бета-гидроксистероидегидрогеназа. Этот фермент катализирует образование стероидных гормонов. И, кроме этого, хлорид алюминия еще нарушает обмен холестерина в семенниках. Кроме этого, у крыс было обнаружено, что перметрин значительно снижает количество клеток лейдига и количество продуцированного, соответственно, тестостерона. Неизвестным путем, но луковый сок в количестве 3 мл в течение 60 дней, который давался крысам, смог уменьшить повреждения клеток лейдига и улучшить выработку тестостерона. Это происходит главным образом благодаря уменьшению окислительного повреждения клеток лейдига, учитывая, что лук содержит мощные молекулы антиоксидантов, таких как кверцетин, глюкозиды, тесуль, феннаты и антоцианы. Кроме того, кверцетин в дозе 20 мг на килограмм массы тела в течение 2 недель восстанавливал уровень тестостерона в плазме, индуцированный сульфасалазином у самцов крыс. И недавно было показано, что кверцетин в дозе 20 мг на килограмм массы тела в течение 28 дней способен ослабить истощение тестостерона, вызванное хлоридом кадмия у самцов крыс в линии Вистер. Такие защитные эффекты могут быть связаны с антиоксидантной активностью кверцетина, поскольку было обнаружено, что он увеличивает активность цистикулярных антиоксидантов, таких как супероксид дизмутаза, глутерион пероксидаза и каталаза, и значительно снижает уровень молонового диальдегида в тканях яичек. Был также сделан вывод, что овощи, богатые кверцетин-4-глюкозидом, такие как лук, могут служить ценным источником антиоксидантов, достижение индуцированного железом окислительного стресса и перекосновес окисления липидов у живых клеток. Также в целом водный экстракт лукта был идентифицирован как обладающий сильной активностью по улавливанию гидроксильных радикалов с использованием 2,2-дифенил-1-пикрил-гидрозила. Также было обнаружено, что полисахаридные фракции лука обладают сильным антиоксидантным действием по отношению к атион-радикалам, улавливанию супероксид-анион-радикалов и филатированию обычного железа. Более того, одним из этих основных биологически активных соединений лука является соединение серы. На животных моделях было показано, что многие из этих биоактивных соединений обладают инсулинотропной, а также противодиабетической активностью, что может объяснить улучшение функций бета-клеток и повышение чувствительности к инсулину. На самом деле было обнаружено, что эти соединения серы в луке усиливают активность печеночных ферментов, таких как глюкоза-6-фосфатазы и глюкокиназы, что по крайней мере частично может быть причиной антигипергликемического эффекта лука в экспериментальных животных. В совокупности, согласно этим свидетельствам, можно предположить, что гипогликемический эффект лука положительно влияет на выработку тестостерона, особенно в условиях диабета. И действительно, у крыс индуцированным стрептозацином диабетом перорально, луковицу которому вводили в дозе 15 мг на килограмм в день в течение 4 недель, имели более высокий уровень тестостерона по сравнению с контролем. Кроме этого, 5-МФ активированная протеин киназа, это фермент, который представляет собой гетеротримерный белковый комплекс, играет жизненно важную роль в энергетическом гомеостазе в клеточных системах, в частности за счет увеличения окисления жирных кислот и поглощения глюкозы. Было показано в некоторых исследованиях, что 5-МФ активированная протеин киназа активирует выработку тестостерона в клетках ледига, в семенниках. И в целом, исследования показали, что перцетин, функциональная молекула лука, активирует 5-МФ активированную протеин киназу. Таким образом, можно предположить, что лук может индуцировать выработку тестостерона за счет усиления 5-МФ активированной протеин киназы. Однако, это предположение требует дальнейшего исследования. Продолжение следует...